и сегодня у нас трансляция прямо таки из террариума рассказ о животном мире обитателях почвы леса лужа поле огорода сегодня у нас трансляция с мокрицами жуками и некоторыми другими беспозвоночными насекомыми которые попадутся здесь сейчас террариуме присоединяйтесь к нам на канале доктор виктор фурсов энтомологи из бикипертича сегодня заглянем как содержать насекомых других беспозвоночных террариуме что у нас тут за экологической заповедник в экологическом заповеднике у нас сидят разные живые организмы беспозвоночные они маленькие требует не так уж много ухода присматриваются ними нужно время от времени давать им еду сделать им конечно кормовой субстрат жилой субстрат частично кормовой потому что они даже этим субстратом будут питаться и иногда подкладывать еду что же здесь мы видим мы вот видим здесь листики кисточкой показываю и множество мокриц мокрицы неправда разбежались пока я настраивал свет не размером всего лишь один сантиметр такого серебристо серенького цвета активно достаточно бегают собираются веселые группы и мокриц легко содержать террариуме для наблюдений для экспозиции и вот даже для такого разведения и для обмена между различными группами киперов которые содержат разные беспозвоночных животных и насекомых может быть даже их использовать виде питательного корма например для муравьев но не знаю будут ли их муравьи на них нападать чего я им не желаю думаю что вполне могут нападать холодные сердитые муравьи будут их тоже кушать конечно тут могут разводиться на субстрате еще и различные гнилостные клещики маленького размера которые будут ходить здесь по поверхности например внутренние этого бокса этого контейнера но это никуда не избежать это не пыльные клещики это гнилостные клещики они подъедают разные здесь растения гниющие и тем самым преобразуют субстрат в тот который он становится для других беспозвоночных не червей для нематод для других беспозвоночных ты для самих мокриц которые питаются тем же субстратом на котором и живут что же здесь за мокрица откуда их взять мокрица очень легко обнаружить очень легко обнаружил вот один обитатель клопик красноклопик у меня удрал поэтому я его подсаживаю он чаще всего обитают под корой растений на трухлявой древесине а также в различных трещинах в городском субстрате например между асфальтом каменными строениями бордюром там прячутся мокрица которые подпитываются сухими опавшими листьями и различными растительными остатками вот для них здесь насыпано много раз много растений показываю кисточкой всеми этими растениями а именно такими сухими опилками питаются мокрица прекрасным образом но они будут питаться и свежими листиками которые здесь указаны а вот еще и клопик видите клопик семейства легоиды да и тут много кто сидит красноклопик из семейства пирокориды вот здесь в другом месте сейчас уже убежал сейчас я его подгоню кисточкой красноклопик которого легко содержать в террариуме однако без питания часто они гибнут ну и также гибнуть если они спаривались отложили яйца то быстро при этом самцы самки появляются вот идет красноклопик пирокориды аптерус а вот это другой совсем из другого семейства легоиды видите они очень похожи красненького черного цвета но это два разных совершенно вида клопиков хотя обитают в похожих местах на растениях на почве на коре встречаются на цветах эти легоид более удлиненный растительно ядный питающийся соками растений и пирокориды аптерус питающийся семенами растений иногда соками иногда погибшими другими беспозвоночными у него есть длинный хоботок который напоминает ножку издалека и он им тут сходит и все ощупывает где будут найти сладкий сок или сладкое семечко которое проткнет своим твердым хитине хитиновым хоботком кто тут у нас еще имеется тут у нас имеются кроме макриц жуки сейчас мы достанем пинцетиком центра кадра потому что они разбрелись по местам одиноким и были спрятаны в течение зимы субстрате вот уже появился один в кадре на листике сидит вот тут второй сидит большой-пребольшой которого хорошо знаете вставай не держись ножками это майский жук это жук аленка и бронзовка волосистая не дед кто-то хочу было много этих листиков как раз я их набросал для жуков бронзовых для майского жука которых тоже легко содержать террариума по крайней мере пока они во взрослом состоянии вот личинок конечно когда не дадут содержать не так просто вот таких аленок волосатых у меня здесь было четыре экземпляра но они прячутся особенно от солнца для от лампы когда становится поспокойнее когда их никто не беспокоит они выходят наружу и ходят тут в поисках друг друга в поисках еды вот 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 бронзовка волосатая пошла погулять ходит такими отрывистыми шажками спокойно наблюдая ничего ли ей не угрожает а жук майский мелалонта мелалонта вот он на коре прихватился не побаивается вставать аленка волосатая действительно пушистая или бронзовка волосатая если внимательно посмотреть пушистенькая питается листочками может относиться к вредителям сельского хозяйства потому что саду будет обогрызать листочки а садочки будет обогрызать грушовые листочки вот здесь просто для питания вот такая бронзовка волосатая или аленка пушистая волосатая все остальные три где-то спрятались сразу же они тут насобирали на себя клещиков бронзовочки и жуки всегда собирают клещиков являются транспортом для переселения клещиков с одного места на другого спешить им уже здесь некуда здесь у меня самочка жука майского если вдруг ей захочется откладывать яйца субстрат более чем благоприятный немножко увлажненный немного сухой подогнивающими листиками как раз личинка будет питаться таким перегноем так тоже такие макрицы которых мы здесь наблюдаем макрицы это не насекомые макрицы это равноногие раки и отряда из-за повода во многих руководствах написано что многие макрицы сворачиваются шариком такие как порцелью скабер макрица порцелью но эти вот которые садочки сидят они шариком не сворачиваются они более плоские как черепашки активно бегают за счет того что они плоские как черепашки прячутся в разные укромные места под корой под почвой в листовом опаде под листиками принимает активное участие в разложении листьев образование перегноя образование грунта возможно являются также пищей для других беспозвоночных и для хищников потому что защита у них никакой кроме их панциря и быстрого бега вот видим что здесь некоторые активненько и шустренько бегают и возможности быстро спрятаться закопаться в грунт если грунт мягкий как здесь субстрат террариуме из чего устроен субстрат субстрат устроен из обычного грунта также добавлен растительные остатки а именно здесь насыпано например чайные листики мятные не чайные из чая а именно из мяты чая и он этот субстрат вполне подходит для питания макриц так вот макриц это не насекомые это равноногие раки где они развиваются развиваются удобных для них экологических местах которые должны быть более менее влажные потому что они имеют жабры у них имеется специальные жаберные ножки и дыхательные трубочки потому что они вышли все-таки из воды и теперь живут не в воде и дышит жаберными и дыхательными трубочками псевдо трахеями которые позволяют дышать атмосферным воздухом если перевернуть макричка у нее на задней стороне брюшка можно сказать тело там где ее хвостик впереди будут антенны и хорошо развиты антенны сзади две такие церкви выступа вот и и таким карапаксом находится специальная выводковая камера как можно заметить на обычных раках даже обычного речного рака раки переносит с собой икру а макрицы переносят также отложенные сначала яйца вышедших крохотных рачков крошечных беленьких еще макрис на своих ум теле на свои некоторые такие беременные самки уже родившие маленьких рачков маленьких макрис носят с собой крошечных крошечных макрис потом они убегают разбегаются субстрату и становится и постепенно растут сбрасывая шкульки поэтому иногда можно заметить белых даже боль под практически крупных взрослых макрис или маленьких среднего размера макрис и крохотных белого цвета нежно-белого цвета вот здесь крохотная макриса бежит белые 2 миллиметровые хотя это например почти 12 миллиметров делают несколько длинник и становятся полувозрелыми развитие достаточно быстро были заходит яйцо развивается примерно 30-35 дней содержание в камере выводковой еще дней 20 где развиваются мелкие рачки называется эта стадия манка потом еще по 20 дней следующей стадии развития развитие до не полуозрелого рачка проходит до 100 дней однако очень интересно что продолжительность жизни макрис тоже достаточно длинная как для беспозвоночного животного 3-4 года поэтому же вот здесь сейчас имеется светленькая например перелинявшая а кричка некоторые пишут никогда не видел белых макрис потому что это свеженькая отлинявшая макриса большинство и здесь тоже не видно потому что они закопались от яркого света спрятались испугались но ждать пока не раскопаются у нас нету времени поэтому показываем как они есть зато есть возможность их погонять кисточкой из одного угла в другой заодно заметив каких-то других обитателей террариума вот я вижу что у эксплорера плея тоже живут дома жуки и макрицы мурахи паучок однако потом террариум попала гриб и многие обитатели погибли как он пишет такой explorer play которым передаем привет в открытом режиме да действительно многие насекомые болеют у них есть и грибные и микробные и вирусные болезни так что насекомые тоже живые организмы болеют и если их содержать в экстремальных условиях слишком повышенной влажности слишком пересушенных условиях наоборот слишком часто меняющихся условиях сначала теплых потом холодных перепадах температуры они могут подхватить так сказать инфекцию или простудиться или заболеть на какую-то грибную болезнь усиленной влажность и выходи сюда малыш самый спокойный у нас сегодня жук майский мелалонта мелалонта всех остальных можно погонять тут у меня видно что я обратил внимание что есть два разных окрасов макриц вполне возможно что это вариация может быть и даже два разных вида не уверен специально не проверял я точно подкладывал сюда третий вид но он слишком у меня был отличимый от этого вида макриц он сворачивался как раз шариком был более мелкого размера не при дотрагивании сразу вот так этого не согнешь этот идет как черепаха зато вот видим по центру идет более светленькая макрица сероватого пятнистого такого цвета она более светленькая и не просто перелинявшая она четко отличается от вот этой сидящей рядом одноцветной макрицы серой так что здесь скорее всего два разных вида вот один вот номер 2 где же живут макрицы макрицы живут самых разных местах рядом и даже с жилищем человека могут забегать жилища человека например в ванную могут забегать в туалет если есть какие-то проходы для них из труб из канализации отходит трубы от воздуховодов вентиляции в подвалах и там где место насыщено влажным воздухом если нет влаги в сухом воздухе они не выживут потому что они все-таки приспособлены жить во влажных условиях питаются ранее на растительной пищей различной плесенью в некоторых условиях могут даже вредить комнатным растениям или запасом овощей в подвалах в погребах а в природных условиях конечно они играют важную роль в образовании грунта и в переработке растений особенно опавшие листвы подгоневающих корешков и различных других растительных остатков кто тут у нас сидит еще уже заметили что вот бронзовка волосатая лигеиды клоп семейство лигеиды растительной ядной убежавший тут красноклоп вот он правой стороны бежи навстречу друг другу вот два разных вида пентата пирокориды и хотят убежать залезть на кисточку что мы позволим сделать так а вот жук майский это самочка с удлиненной кончиком брюшка которым она откладывает яйца в почву майского жука хорошо многие знают появляется как раз обычно в мае-апреле интересно что развивается майский жук долго 45 лет и развивайтесь так долго личинки которые живут в почве 3-4 года питаясь корнями растений летают они как раз после захода солнца вот около подъезда был пойман такой летающий майский жук который летает в киеве даже в центре города даже в парке шевченко напротив красного корпуса университет около красного корпуса самого киевского национального университета имени тараса григорьевича шевченко летают такие майские жуки да и другие хрущи которые скоро появятся когда потеплеет потому что после резкого потепления сейчас за окном плюс 5 градусов сегодня 20 числа апреля что холодновато для майского жука который не перенес бы еще таких температур не дождя жалуют что погиб бы от влаги залитой водой также от залитой водой погибнут и мокрицы поэтому они прячутся места слишком избыточной влагой потому что они как дышат все-таки атмосферным воздухом в воде они не живут рассказал прохейные трубочки позволяет им дышать воздухом жуки и же майские бронзовочки вот питаются листиками на деревьях поэтому они особенно любят дуб березу клен тополь и иву ну и плодовые растения явлуню сливу и черешню и повреждают майские жуки лиственные породы деревьев кустарников также лиственницу после питания и спаривания оплодотворенные самки откладывают в почву яйца вот майский жук даже террариуме прекрасно закапывается в рыхлый грунт в твердый грунт будет ему сложнее у нее не такие мощные скрип с скрипками ножки как у жука носорога в очень рыхлый грунт он прекрасно быстро закапывается самочка откладывает в почву яйца кучками по 20-30 яиц на глубину до 20 сантиметров зависимости от твердости и плотности почвы и всего откладывает до 60-70 яиц а некоторые самки до 100 яиц достаточно крупного размера около миллиметрового кругло такого овального размера паразиты есть не известны из различных паразитоидов потому что яйца откладываются в почву и трудно доступны для паразитов но могут и существовать просто так трудно очень собрать попробуй найди кладку яиц майского жука во время кладки жуков много кладок много они находятся в почве процент заражения если есть паразитами то очень невелик одним словом пока что яйцееды майского жука неизвестны а вот личинка еды это есть осы сколии семейства сколииды есть мега сколия нападающие на жука носорога а другие виды из семейства сколииды меньшего размера прекрасным образом нападают на других меньшего размера жуков из семейства пластинчатоусы таких как например юньский хрущ волосатый хрущ бронзовка волосатая или майский хрущ отложенное яйцо у жука на майского в почве развивается зависимости от температуры 25-40 дней и вышедшие личинки питаются гумусом перегноем а потом даже повреждают корни деревьев и кустарников и растений живут 3-4 года под землей потом уходят глубоко под землю личинки майского жука к осени до двух метров а весной снова поднимаются на глубину от 10 до 40 сантиметров где уже питаются различными мочковатыми корнями растений вот уже летом июня июля третьего года и даже четвертого года своего развития под землей личинки майского жука наконец-то окукливаются вот такие вот дети майского жука которого сидит по центру под землей в почве на глубине 3 от 5 до 30 сантиметров специальной камере а потом через 30-40 дней уже после того как куколка созревает сбрасывается шкуркой формируются взрослые жуки которые зимуют в почве к специальной камере воздушные и уже на четвертый или даже пятый год весной выходит на поверхность как вот в этом году в апреле мая месяце поэтому это и есть майский жук широко распространены лесостепи в полесе в северных районах и очень широко распространен в целинных задерненных участках с у песчаными легкими грунтами но живет даже и в городских условиях в лесных условиях на пушках лесов и также полизащитных полос часто встречаются и другие жуки семейства скарабииды пластинчатогусы такие как июньский амфималон солститиалдис волосатый анокси эпилоза но они чуть-чуть появятся позднее конце мая в июне мы их вам тогда покажем веселой компании следующий раз они любят собираться в большие небольшие псевдоколонии гонять друг за другом самцы за самочками искать и так весело вылезать из своих воздушных подземных камер самых неожиданных местах даже на тропинках на дорожках посреди дворов городских их иногда можно внимательно обнаружить летающими в мае в июне месяце думаю что если не будет слишком дождливая вода будут летать в этом году если все позволят а вот эти вот хрустчики волосатые вот эти вот точнее говоря бронзовки волосатые аленки часто летают плодовом саду и садятся подгрызают цветочки растений хотя личинки их не столь сильно навредят они маленькие и в почве питаются перегноем различными листиками вот такой как я сказал почва здесь очень небольшое количество но зато в качестве субстрата использованы чайок поэтому покажу как можно подкормить бронзовок не только бросиваю свежей листвы листва здесь для жуков бронзовок можно подкормить вот таким чайком из пакетика мятным раз-раз-раз рассыпаем своими передними ножками они подхватывают крохотные крупиночки и подорезают кусочки таких сухих растений используют в качестве пищи также не могут подорезать и кусочки зеленые листвы брошены в террариум также где-то здесь прячутся жуки семейства карабиды жуки хищные жужелицы возможно немножко ограничивающая численность здесь два жука должны быть но они не любят яркого света спрятались и сегодня нам не показались вот такой интересный простой субстрат для них использован и простая еда которую легко найти в случае чего нужно бросить просто сухой листок этот лист будет полностью съеден сначала вся листовая поверхность будет источена и будет скелетирован лист вы видите как скелет листа из тонких прожилок листьев вот жук немножко уже просыпается то что когда жук майский просыпается хочет полетать это выражается в том что у него имеется пластинчатые усики вот здесь впереди на голове он начинает раскрывать усики и по канадцам специальным продувать продавать свои трахеи более активно и не цели сжимаются мышцы вентилируется и когда жук если его поддержать при высокой температуре он взлетает буквально с ладони но тут ему сейчас некуда взлетать его не очень сильно бегал но зато решил понюхать посмотреть что же тут есть вокруг наконец-то решил походить может быть погрызть листика надо но он тут не голодный так что жука майского который живет до месяца во взрослом состоянии вполне можно посодержать таком террариуме понаблюдать за его питание только ему тоже нужен субстрат и тоже нужен листья и некоторая влажность если его бросить сухую банку он пересохнет без питания помрет через один день а если хороший субстрат влажный которому будет ходить и прятаться и закапываться майский жук хорошо будет себя чувствовать до месяца а если ему еще понравится субстрат который вы ему отложите то самка может вполне еще и отложить яйца вашим террариуме и вы не заметите что субстрате который будет толщиной может быть два-три сантиметра из грунта и может быть растительных остатков например из торфа и листиков появятся личинки за которым тоже можно будет наблюдать вот жук упирается что-то похоже хочет погрызть листик вот такие у нас сегодняшние обитатели спасибо как нам заглянул explorer play любитель муравьев пучков жуков и мокриц надеюсь что другие обитатели интернета которые любят насекомых и беспозвоночных и бридеры киперы тоже заглянут на наш канал могут даже поделиться своим материалом могут прислать материал который я могу показать в отдельное видео например какие-то другие виды мокриц но для этого нужно конечно материал нужно некоторое время этим видом акрис просто живут у меня уже даже сказать весь период вот этой широкомасштабной противной безжалостной войны живут и едят мы здесь чаек в пластиковом контейнере время меня время от времени я их дополняю для генетического разнообразия потеряя новых обитателей из природы чтобы культура не вырождалась течение времени а развивалась и нужно конечно же добавлять здесь влагу опрыскивать наливать немножко водички на зуб субстрат чтобы влага была потому что мокрицы любят влагу не добавлять что-то для питания обновлять растения или вот так подсаживать временных обитателей вроде например красноклопиков или жуков-носорогов которых мы постараемся еще показать в наших следующих видео где-то в июне месяце если когда проснутся жуки-носороги когда начнут летать их паразиты паразитические осы мега сколии стараемся вам их показать что новых обитателей террариума ожидают следующий приключений в следующих видео стараемся желательно положить различные кусочки растений и кусочки коры мокрицы любят особенно прятаться скопливаться гробами они будут обязательно сидеть большой веселой компании на коре общаться друг с другом размножаться и веселить своим быстрым движением владельцы террариума так что можете поискать мокриц под корой растений просто поймать их даже на асфальте в городских условиях сделать субстрат из грунта вот такого рассыпанного кусочков чая и листиковый добавить и в контейнеры они будут вполне сносно себя жить потому что если вертикальные стенки вот такого террариума пластиковые то они не очень-то сильно и залезают на него практически не залезают поэтому закрытые крышечки вполне хватает чтобы они не удрали не убежали они никуда не убегут к тому же они ничего не съедят в вашем доме в вашей кухне не являются никакими вредителями совершенно безопасные обитатели террариума за которым легко наблюдать напишите у кого-то содержит мокриц например они гораздо более спокойные нежели например муравьи ну конечно поведение у них более простое муравьи все-таки социальные насекомые различить чем структуре их такого сообщества а мокрицы просто группируются компанией такой небольшой колонии у них никакого разделения труда социальной организации общественных насекомых нет они все-таки не общественные насекомые просто так и частично колониальные собирающиеся вместе вот такие у нас сегодня были мокрицы вот эти у нас сегодня были жуки и клопы пишите в комментариях каких насекомых или же других без позвоночных вы у себя содержите в домашних условиях а мы будем вам показывать продолжение про жуков и пауков для тех кому интересен животный мир не забывайте подписываться на канал ставить лайк и писать комментарии задавать вопросы заходить на страничку buy me coffee или становиться спонсорами канала для его развития это очень нас поддерживает писать комментарии этот такой обратная связь который показывает любопытство интерес зрителей до новых встреч на моем канале пока пока-пока с вами был виктор фурсов энтомологист и кипер-тичер бай-бай смотрите мои видео на английском языке развивайте English as well пока